Субтитры создавал DimaTorzok В прошлый раз мы узнали о Махамантре, о милости Веропрады Прабху, о Панчататтвии мантре. Сегодня мы узнаем, как ее не оскорблять. Давайте прочитаем мантры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы пытаемся развить отношения. И не просто отношения, а отношения с Кришной. В прошлый раз мы узнали, что это можно осуществить посредством повторения Святого Имени. В принципе, это единственное основное средство, наш инструмент, так же, как она является и целью, при которой можно развить с ним отношения. И все остальные – это вспомогательное. Это очень важно, но оно, в конце концов, вспомогательное. Представьте такую ситуацию, если насчет развития отношений. Юноша хочет познакомиться с девушкой. Каким-то образом он получил ее телефон. Также вот в аналогии с мантрой мы получили, в принципе, телефон Кришны. Он сначала начинает звонить этой мантаже. И сначала все нормально. Идет определенным образом, но в силу. Он чувствует, что ему это, в принципе, нужно. Все нормально. Потом в какой-то момент он начинает какие-то странные вещи делать. Он начинает ей рассказывать, например, что есть и другие мантажи, и они такие же. Ну, в принципе, такие же, как она. А потом он рассказывает, что... Сейчас. Да, то есть перестает быть внимательным в разговоре. То есть она разговаривает, он какими-то своими вещами занимается. Может, они уже даже встречаются. Ну, как-то разговаривают, а он, ну, она говорит, что-то в телефоне, там, кто-то это самое. А что... Потом он ей рассказывает, что... Начинает ей рассказывать про ее характер, например, что на самом деле она не такая, какая она есть. Ну, какие-то свои интерпретации начинает давать. Ну, и в том духе. Рассказывает, что все, что ей важно, там, все ее родственники, все ее друзья, это ужасные люди, с которыми... И вот вопрос, какие, каковы шансы, что, ну, что у них все получится? Ноль. Зеро. Ты пробовал? Нет, нет, нет. Мадожи, может, вы прокомментируете, ну, как вы заинтересованы в развитии таких отношений? Нет? А вдруг мы делаем то же самое? Ну, а если мы делаем то же самое? Скорее всего, он не захочет с вами. Но мы привлекаемся мантрой, потому что Кришна не делает то же самое. А про Бух? Вы у нас рассчитывали на что-то такое, что у вас прямо все увенчается в успех? Если мы в своем уме, то как бы тут ненамного... Ну, у меня единственный комментарий, он может быть, конечно, не совсем, как бы, в тему вот того, как ты этот пример привел. Но смысл в чем, что если следовать просто логике, ну, в данном случае, молодого человека, то он будет проявлять внимание все-все-все время, пока как бы эти отношения не разобьются до той степени, которая ему наиболее привлекательна. А вот потом, когда, знаете, Рубикон пройден, тогда он начинает уже, вот, в общем-то, всякие там, телефон там смотреть, там, родственников осуждать и все. То есть у мужчины его логика такая, когда, до тех пор, пока он, как бы, цель перед собой видит, он будет, ну, бить копытами, землевой, да. Да, это материальная логия, она несовершенная, но... И она там, наверное, не совсем то, что вот ты имел в виду, я это имел. Но, тем не менее, мы тоже с Кришной, со святым именем, мы развиваем отношения очень искренне долгое время, и мы можем на любом моменте решить, что, ну, начать скатываться. Да, и более того, мне кажется, здесь такая еще аналогия возможна. В тех же отношениях с Кришной, если мы говорим, дорогой Кришна, я тебе это, а ты мне то. Если он, не дай бог, вот это то нам дал, то после этого все. Через все это. Да, мы дальше будем продолжать вот все эти самые вещи, о которых ты говоришь. Это уже воскрепление будет. Ну да, в чистом виде. Вот. Но почему-то преданные, ну, мы, вот так себя ведут, то есть в отношениях со святым именем, и как говорят наши ачарии, то есть не просто так они придумали, не придумали, они просто пронаблюдали, что существуют вот эти вот оскорбления святого имени, они приводят к плохим результатам в развитии отношений. И вот Рупа-Гасвами, они и до этого были в других писаниях, но в Нектаре преданности Рупа-Гасвами записал. То есть все вот эти вот действия оскорблений, которые приведут к плохому развитию отношений с Кришной. И вот непосредственно сейчас мы уже будем обсуждать. То есть существует три вида, три уровня воспевания, то есть повторения святых имен. Первое – это Нама Апарадха. Второе – это Нама Абхаз. Это мы принимаем прибежище, то есть мы оказываемся в тени святого имени. И третье – это Шудханам, то есть это чистое, чистое повторение, беспримесное, без ничего. И оно соответствует трем уровням преданных. Каништха Атхикари, который еще не понимает, но он Атхикари, то есть у него все равно квалификация есть. Это уже преданный начального уровня, но он еще не видит ситуацию, как она есть, то есть он в иллюзии находится. Матхи Ама Атхикари – это преданный среднего уровня. Он очень четко видит реальность такая, какая она есть. Но в силу своих несовершенств он еще не в полной мере соответствует идеалу. Но он четко знает, где он отклоняется, где не отклоняется. Он четко знает, где чистое, где грязное, где Кришна, где Майя. То есть он очень хорошо ориентируется. И Матхи Ама Атхикари – это чистый преданный, который во всем видит Кришну. Он уже не разделяет. Для него материя, дух – это все Кришна. И он видит в наименее искаженной форме все творение, материальное и духовное. И каждому из вот этих уровней повторения соответствует уровень этого преданного. И сейчас мы поговорим об самих оскорблениях. Оскорблениях. То есть повторение… Любое повторение начинается с намоаппаратки, с оскорбительного. Это факт. Но разница между… То есть оскорбительное может быть в разных. Может быть в полном невежестве, а может быть намеренное. То есть мы не знаем что-то и мы делаем это. Или мы уже… Или мы просто ленимся, не совершаем усилий и совершаем оскорбления. Приводит к двум разным результатам. Если мы не знаем… То есть мы только что познакомились со святым именем. Мы начинаем повторять. Мы совершаем все десять оскорблений, пока не знаем. Но это приводит к очищению. И очищение приводит к нашему духовному прогрессу. Оно приводит к нам Абхазу. То есть мы постепенно очищаемся и предаемся. И вот в этом промежуток, когда начинается очищение, мы начинаем переходить под тень святого имени, у нас начинают приходить… Это как раз результаты. Результаты приходят двух уровней. Любым трансценденталистам, которые повторяют материальные и духовные. И вот если у нас есть неискренность, если мы повторяем святое имя ради корыстных каких-то целей, то как только приходят материальные, они сразу нас уводят. То есть нам Кришна не был интересен. Мы увидели, что у нас есть материя, которую мы можем эксплуатировать. И Кришна нам вообще становится неинтересной. И мантра нам становится неинтересна, потому что мы получили все, что мы хотели. Но если у нас нету такого, такой цели, нам постепенно приходит вкус к святому имени. И на этом уровне мы можем… На этом уровне мы можем продолжать, ну, продолжать наше духовное… наше преданное служение и продолжать повторять. Когда мы… Это уровень Матхи-Матхи-Кари. Ута-Матхи. Нет. Матхи-Матхи-Матхи-Кари. И когда мы продолжаем уже на этом уровне повторять, опять же, приходят результаты двух типов. Это первое освобождение, то есть тонкие материальные результаты. И чистая Бхакти. Если преданные не сбиваются на этом пути, он не начинает… ну, не превращается в материалиста, как бы, он сохраняет свои мотивы, что ему нужен Кришна, то тогда он продолжает и развивает чистую преданную, чистую любовь Кришне, то есть прему. А если нет, то он становится моей лагерью. И вот сами десять оскорблений, которые мы можем совершить. Я просто зачитаю их сразу всех, а потом мы будем их детально обсуждать. А первое оскорбление – это оскорблять и критиковать преданных, посвятивших свою жизнь распространению славы святого имени Господа. Второе оскорбление – это считать имена таких полубогов, как Господь Брахма и Господь Шива, равными или независимыми от имени Верховной Личности Бога. Третье – это пренебрегать наставлениями духовного учителя и считать его обычным человеком. Четвертое – это оскорблять ведическую литературу и литературу, сведующую ведической традицией. Пятое – считать славу воспевания святого имени плодом воображения. Шестое – давать собственное толкование святому имени Господа. Седьмое – совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу святого имени Господа. Восьмое – считать повторение Харе Кришна Маха-мантры одной из форм благочестивой деятельности, рекомендованной в ведах, в разделе Кармаканда. Девятое – проповедовать неверующим о славе святого имени Господа. Девятое – не иметь полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив множество наставлений на эту тему. И первое – оно, в принципе, финальное оскорбление, которое совершает преданный, которое повторяет Маха-мантру в результате деградации. То есть оно идет, получается, по убыванию. По убыванию. Самое серьезное и самое наименее серьезное. И вот оскорблять тех, кто дорог Кришне – это непростительно с точки зрения Кришны, но ни в какой форме. То есть он может простить все, но если оскорбляют того, кто ему очень дорог, это чистые преданные садху. Кришна очень грустит по этому поводу. И механизм нашей психики этого творения устроен так, что именно вот с этим оскорблением начинает пропадать вкус к духовной практике. Ничего страшного не случается. Ну, опять же, в зависимости от оскорбления, но карму мы уже после этого сами себе сделаем такую, чтобы получить из-за этого реакции. Но само оскорбление, оно просто убирает наш вкус в духовности и дает нам вкус к материальному. То есть мы теряем желание общаться с преданными, мы начинаем общаться с материалистами. То есть система такая, чтобы мы сами себя как бы увели из этого, из отреданного служения. То есть лишним не нужно. Такие персонажи в его играх. И это сравнивается со слоном диким, который в маленьком, ухоженном бекярде, его просто отпускают, и от бекярда ничего не остается. Так же ничего не остается от нашей духовной жизни, от нашей любви к Кришне. Хотя все с нее и начинается, с каких-то проблесков ее, то есть. И как можно искупить это оскорбление? Это только припасть к стопам Ващнава, которого оскорбили, и просить у него прощения. Просто искренне это делать, понимая, зачем это нужно, и служить ему. Как только этот Ващнав простит, то, считайте, прокатило, пронесло. и это будет уроком, что больше так не нужно делать. Если же он не прощает, это значит, что либо отсутствует искренность, и нужно дальше, ну, нужно обрести искренность, или это значит, что это Ващнав не того уровня, которого можно оскорбить. Ну, как бы, это значит не Ващнав, ну, как бы, более низкого уровня, и за это будут другие реакции, но они будут менее весомые, чем за оскорбление чистого преданного. И в таком случае нужно предаться святому имени, просто ну, просто целиком предаться и молиться на ну, на милость. Вот. Да. Можно. А второе, второе оскорбление святого имени, это считать, считать могущественные личности в этой вселенной равными Кришне. Это это такая яма, в которую падает это считать Кришну высшим, высшим можно только имея веру. То есть, опять же, оно все вот по нарастающей находит. Как только мы теряем, если третье оскорбление это терять веру духовного учителя, то есть, потеряв веру духовного учителя, мы перестаем его считать за авторитета, и мы не можем слышать то, что он ну, то, что он говорит. Только он имеет чистую, неиллюзорную картинку на на все происходящее, и он говорит, что Кришна самый, ну, самый главный. Если мы духовный учителя для нас не авторитет, тогда мы начинаем уповать на свои размышления и считать, что все равны. Это происходит потому, что мы не находимся на том уровне, чтобы трезво видеть, кто выше, а кто ниже. и аналогия, которая здесь приводится, это человек, стоящий у предножья гор, и он видит, что есть разные вершины, он даже не видит, может не видеть вершины, он просто видит гору основную, но он не видит вершины, он не видит, что, скажем, Эверест, это самая высшая вершина, а он просто видит, ну, все великие, и Шива великий, и Брахма великий, и Ганеш великий, и Кришна тоже великий, то есть он просто не в состоянии увидеть разницу, в то время как два вида трансценденталистов и они, которые не пытаются развить отношения с Кришной непосредственно, они философски пытаются постичь этот мир, и в итоге они приходят к истине, но они наблюдают истину со стороны, то есть они с большой высоты поднимаются и видят все вершины одновременно в конце, вот эта цель гиана, ну, гиана-йоги, когда они видят все-все-все вершины и они видят, о, Эврес самый высокий и наши аналоги это Кришна и они от, Кришна, и с этого момента они начинают развивать отношения с Кришной, то есть они в Бахте. Или Бахты, другой вид трансценденталистов, они посредством служения гуру все-таки сначала видят, что все горы одинаковые, но они забираются на правильную гору. И с этой горы они уже видят, то есть чистые преданные, без иллюзии видят, что вот это Кришна, вот это гора самая высокая и все, у него все хорошо, постижение цели жизни. Поэтому единственное, как мы можем видеть, что Кришна все-таки, что Шива и другие полубоги неравны Кришне, это верить на слово духовному учителю. Если мы не совершаем следующее оскорбление, мы получаем этот результат. И третье оскорбление это пренебрегать наставлениями духовного учителя, то есть считать, что это простой человек. Тут по-моему все довольно-таки просто, это непростой человек, потому что Кришна сам говорит. Багбаргити. Это непростой человек. Даже в материальной аналогии, если мы считаем, что любой из наших учителей, даже если мы считаем, что он не авторитет, мы от него ничего не научимся, а путь бахтия это абсолютная наука, то есть тут все работает так же, только еще с большей точностью. Четвертое оскорбление это оскорблять ведическую литературу, литературу, которая с ней в согласии. Это происходит по двум причинам. Если преданный не понимает, просто не понимает философски то, что написано, или если для него это слишком трудновыполнимо, то есть это для него просто он видит идеал и он сразу пытается примерить идеал на себя, не оценить свой истинный уровень, а сразу идеал примерить на себя и он понимает, что это просто нереально. И это часто происходит в чтении Шримад-Багва основан вокруг отречения от полного обесценивания материальной деятельности и всей материи и предания Кришне. И если человек преданный неискрен, какая-то есть неискренность и большая привязанность к этим вещам он начинает оправдывать свою неискренность и говорит, что это все чепуха и все. Пятое оскорбление это считать воспевание святого имени плодом воображения. Оно очень связано с шестым, давать собственное толкование святого имени Господа. Оно тоже исходит из того, что мы не доверяем своему духовному учителю и в силу неимения опыта и нахождения в иллюзии мы начинаем со своей позиции толковать то есть с позиции того, что мы стоим около гор и пытаемся выбрать не имея понимания какая из гор выше мы пытаемся выбрать какая из них выше основываемся на свою логику которая полна несовершенств которая постоянно нас вводит в заблуждение и это вот такое мышление оно приводит к тому, что все преувеличено скорее всего это просто какая-то рекламная акция чтобы нас убедить что нужно так делать на самом деле все не так сугубо и мы опять начинаем оправдав оправдав свои материальные привязанности и отсутствие искренности потом седьмое оскорбление это совершение греховных поступков в надежде на силу святого имени то есть мы грешим каемся уже поняли что алгоритм работает что мы можем очиститься потом продолжать опять опять грешить опять вести материальный образ жизни и это простое шарлатанство шарлатанство то есть мы кого-то просто используем потребительское настроение к Господу и восьмое оскорбление это считать повторение махамантры одной из форм благочестивой деятельности которая даст нам материальные материальные результаты кармаканда это все знают это обрядовая деятельность которая опять же служение высшим мира сего на разных уровнях будь то полубоги или ну опять же это не та кармаканда которая описывает советов но можно даже служить сильным нашего мира и тоже обретать определенный по определенным правилам которые приводят нас к определенным результатам но Кришна нам не говорит что что это цель Кришна говорит что Баглагите что просто наша цель это оставить все то есть постепенно совершая оскорбление мы начинаем считать что цель это устроиться в этом мире девятое оскорбление это проповедовать неверующим о славе святого имени подразумевается имеется ввиду что мы не раскрываем как бы суть святого имени сокровенные вещи о духовной науке больше чем человек может может принять и не совершив как бы оскорбления например Игорь с кем-то встречается в первый раз и он говорит здравствуйте меня зовут Игорь что-то расскажешь что к этой беседе будет применимо но он не будет рассказывать что скажем я кришнаит и у меня эти креветки в аквариуме живут потому что человек может не так понять и оскорбить и креветок и кришновизам неправильно понять когда мы уже узнаем Игоря ближе то он молится и выращивает креветок ну и еще много-много вещей мы это понимаем так как оно есть то есть понимая личность вот то же самое как креветки кришнаит как креветки кришнаит то же самое с святого имя если вы расскажете что кришна с гопи танцуют во бриндаване хорошо с гопи непонятно с креветками ну это как бы аналогия с личностью ну люди оскорбляют я с этим сталкивался они так сразу начинают спрашивать а как ты их ешь они же маленькие да ну как бы да вот они спрашивают ну представьте у вас там собачка дома ты рассказываешь кому-то там у меня такая такие славные собачки ооо собачки я помню я ел собачек ну наверное так же с этой манее нужно осторожно чтобы не дать человеку возможность сказать любите кошек вы не имеете его то есть так а я столкнулась вот стала книжку почитать а ее начали усмеивать что не надо давать читать тогда предлагать ну суть вот этого суть вот этого как бы предотвращение вот этого оскорбления это пытаться искренне понять уровень человека и что ему можно дать вообще нет давать потихоньку если человек просто не понимает о чем идет речь как бы когда вы говорите о базовых вещах то вот вот это но книж книжками это другое если человек не чувствует интереса потому что когда есть интерес человек начинает задавать вопрос а если просто ему навязать то конечно он будет смеен дату мы же задаем книги это мы не знаем реакцию человек с книгами другое потому что тут праупада проповедуют от него лично проповедуем ну точно так же человек может начать высмеивать правильно скажем о кришна это да я знаю вас это отдельный разговор а ну хорошо нет вот что да вот что имелось ввиду потому что интересная технижка то есть праупадр сильно квалифицирован любому дать ну я не знаю кто ты может из своего опыта сказать если было ли такое что кто-то высмеивал книги но вот пожалуйста прочитав ее нет даже не прочитав мне даже задали вопрос я купила книжку здесь и дала человеку почитать книгу на ответ на этот вопрос а он когда прочитал только название он сразу нет не интересует это меня пугает нет нет что ты мне дала говорю ты задал вопрос и меня спросил об этом я тебе даю книгу я еще сама хорошо не могу объяснить ну все моменты мне стало очень стыдно за то что я эту книгу дала но так получилось что я как бы сама допустила вы же не раскрывали получается слава святого и меня могут поправить более опытные преданные санкертанщики они их цель не распространить как можно больше книг цель все-таки распространить тем людям которые готовы которым это нужно мне кажется я не права была или права здесь все нормально не было оскорбления книги распространять это хорошо если вы делаете в настроении если человек не подходит он взял начал читать когда я прочитала это все полная ерунда мне кажется если он сразу сказал это ну это не мое главное задал вопрос и сразу я принесла как бы ответ в книге на этот вопрос и он отказался слышать нет это нормально то есть здесь вся суть это мы не раскрываем суть святого то есть мы не раскрываем сокровенные если мы кому-то начнем рассказывать как Господь Чаитане со своими спутниками там наелись риса и начали бросаться и им оказалось что это была чистая према ну чистая любовь к Богу в этом рисе мы сами ели это понимаем то есть мы не раскрываем как бы вот эти вещи в той форме в той форме в которой человек упадал в форме книги то есть человек не может совершить то есть если меня не спрашивают я ничего не говорю правильно нет нет вы можете говорить в силу своих знаний и так далее то есть ну иногда лучше не беспокоить людей просто и все нет но имеется ввиду что не беспокоить как если вы знаете что вы будете беспокоить тем что вы будете говорить то тогда нужно не говорить а если вы не знаете будете вы беспокоить или нет ну как же вы узнаете вам надо узнать вы тогда пытаетесь вот в данном случае вы попробовали да дать книгу человеку и вы узнали реакцию в данном случае понятно хорошо дальше просто вы не продолжаете вот и все совет совет такой что мы должны людей вдохновлять быть больше религиозным и все от какой религием будет следовать это не важно нашей или другой но мы должны поставить например ну я вот недавно рассказывал на работе да я вижу раньше я говорю не пей человек такой козлёночку с часть задумывается на его уровне то есть я ему не говорю повторяй кайпиши вы должны были сказать может быть выдали там выше уже высший левел такой бум и он другой чё так он вам может сказать от и дыши поглубже или там подумала просто когда я начну что-то объяснять это может быть дискуссия я подумала наверное что дискуссии не было еще не сильно в этом вопросе я дам книгу а получил это же неприятно именно суть именно суть святого имени внутренний смысл святого имени просто человек на своем уровне не понял он уже соприкоснулся и для него блага когда в следующей жизни все хорошо вот и десятое оскорбление это иметь полной веры в святые имена и продолжать держаться на за за наши материальные привязанности даже уже мы все уже услышали все знаем но продолжаем спрашивать один и тот же вопрос годами на лекции уже нам 50 раз 50 разными способами на него ответили и мы продолжаем это значит держаться мы надеемся что все-таки один из махараджи по-другому на него ответят и это значит это вот как раз настроение контролирующего и наслаждающего то есть мы все пытаемся стать контролирующими наслаждающимися что мы хозяева своей жизни мы сами будем решать что нам делать и желательно это подкрепить еще каким-то авторитетом вот это корень демонического сознания то есть это как раз противоположность от того что что мы пытаемся добиться то есть мы пытаемся избавиться от наших материальных желаний и пытаемся духовные желания себе культивировать а здесь ну вот то есть мы уже получили много наставлений мы знаем как правильно но мы знаем так же как нам хочется и пытаемся вот и корнем бахти внотха кур описывает фихринамачхитамани что корнем всех оскорблений этих является невнимательное повторение святого имени который состоит из беспокойства ума равнодушия и лени поэтому преданным очень важно это все все вот эти качества это качество гуны невежества поэтому преданным настолько важно пытаться себя возвысить до уровня благости использовать страсть как инструмент чтобы служить потому что невольно мы будем проявлять если мы не благо благость это единственное состояние где можно быть спокойным умом и у нас не будет апатии и лени если мы в апатии и лени мы естественным образом не будем практиковать внимательность повторения повторение святого имени и если глубже копнуть то источник вот этой апатии и лени невнимательности это полку просто не интерес к личности кришне если нам кто то интересен то есть изначально мы привлеклись чем то что то нам было интересно не было по сугубо материальным причинам привлеклись и начали повторять мантру ожидая материальных результатов или мы все-таки привлеклись кришной что в какой-то степени всегда из таких а то есть всегда это случается и вот мы пытаемся все-таки увеличить вот это привлечение привлечение верховной личностью бога если этого не происходит мы теряем то есть нам личность не интересно мы просто это делаем как механику и ожидаем других результатов так просто работает если мы кем-то заинтересованы мы к нему внимательно если нет то получается оскорбление лекцию не помню кто давал но в общем такой там даже вроде как вопрос задавали что о есть или там говорили примета кто-то делился как то можно совместить два в одном вот сидишь воспеваешь и смотришь матч по футболу это пример будет невнимательного воспевания то есть такой не подходит такой вариант из можно казалось бы точно можешь повторять да и смотришь футбол на то есть это уже не внимательно или водишь машину на то что угодно и мы должны друг другу помогать если мы вместе повторяем должны говорить праву вы невнимательно успеваете вы в мае смиренно это делать потому что человек не всегда сам видишь что он невнимательно повторяет особенно если как здесь лучше на касаемо себя иногда бывает что ну вот единственное время это дал ты едешь за рулем и ты знаешь что сейчас ты можешь а потом уже не сможешь лучше как вот все-таки попробовать пусть это не но perfect да либо все-таки сказать ладно когда нибудь я не сегодня за руку то нибудь но смогу это сделать внимательно либо лучше делать но ну как бы раз матча закин если есть возможность внимательно повторять то есть мы просыпаемся утром повторяем то есть мы уделяем это время как наше свидание с кришной если у нас нету этой возможности по силу нашей иллюзии возможно здесь у всех то мы как минимум должны испытывать угрызение совести если мы говорим если мы говорим что это нормально то все то есть мы уже достигли точки невозврата отсюда мы будем просты то есть это вот такое мышление это мышление матхиама хикаре который не совершенен но он знает как совершенно а конечно хикаре он говорит и так нормально и так сойдет а я хотел спросить вот ходить вот я иногда хожу да и читаю маха мантру и тогда меньше внимания ну как бы то есть я совмещаю как бы прогулку и и мантру но но я не стараюсь не думать там чем-то я ничем как бы не занимаюсь кроме того чтобы как бы хожу но но все равно тоже немножко внимание теряется может быть можно научиться ходить так чтобы не не отвлекать внимание что я у группа доходил если цель опять же какая цель если цель но я не могу сидеть и чтобы внимательно повторять у меня все затекло и что внимательно повторять мне нужно ходить на но если я хочу прошу картинки мелька ли это другой другой мотив ходить лучше монотонный маршрут выбирать я уже видел сто пятидесятый раз и уже смотреть на на самом деле все идет от мотива если у нас есть мотив внимательно повторять то мы будем ходить и внимательно повторять можно пронаблюдать если получается концентрироваться стопроцентно на маха мантры когда ты ходишь где-то и не обращать внимание на окружающую среду но тогда это работает а если начинаешь обращать внимание какая трава какие деревья там еще что-то там то уже это получается этого внимание ушло можно еще тоже я тоже как бы получать в начале пути сложно полностью концентрироваться на мантры я все время ловлю себя на том что я улетаю мои мысли они вообще гуляют и стараясь вернуться но почему-то даже одна джапа не разве еще не произошла так что перед критина конкретно вот была сконцентрирована на том что вот я читаю в богу молитву вот как мне себя я вот как пробую но все равно как-то ничего не получает можно продолжать продолжать ловить себя не издаваться как только вы сказали что и так хорошо уже просто вычитать 16 кругов вот это уже проблема то есть пока мы напрягаемся мы идем наверх когда мы расслабили раскладылись мы то есть город если что до уровня у約 Craig arrey мы будем напрягаться вот о мастере чистый при этом уже определенный это уже определенный уровень это несо sets не имя не чистые pantene уровень преем не обязательно там есть ksi инстаграм но после какой-то момента нас уже толкает спину а до какого-то момента мы тянем его до уровня у дома трекаре мы себя тянем Обычно, даже если посмотреть, вот вначале пример приводился личностных отношений. Сначала всегда у людей какая-то эйфория, потом по мере развития всплывают какие-то особенности и становится наоборот сложнее для того, чтобы строить отношения. Нужен, как здесь говорили, интерес к личности и действительно усилие. Поэтому этот путь настолько имеет смысл, что он идёт этапами, что он длительный для того, чтобы познавать себя и действительно видеть свой мотив, интерес к другу личности. То есть это нормально, что получается, кажется, что должно быть легче, но это... Но я не ещё легче, я как бы хочу, у меня стыднее становится, потому что я уже понимаю, как бы, важность этому, а... Это отлично, это значит, что сердце очищается и что вы видите в этом ещё больше смысл. Это значит, что совершенно на правильном пути. Баба Гития отлично говорит, что остановить ум — это то же самое, что остановить ветер. Это практически невозможно. И, по сути дела, мы всю жизнь прилагаем усилия. Но тут самое главное — себя просто отлавливать, что он убежал, и просто его возвращать. И чем дольше мы это делаем, тем больше, вот, знаете, как собачку тренировать. У нас сначала непослушно, она убегает. А потом, по мере дрессировки, она уже какие-то команды начинает исполнять. Точно так же с нашим, да? Там ещё, знаете, что говорят? Что лукавый Кришна, он вначале даёт нам аванс, чтобы вот этот вкус почувствовать. А потом раз — аванс заканчивается. А дальше ты должен работать для того, чтобы этот вкус к тебе хотя бы мгновениями возвращался. И это нормально. То есть, ну, знаете, хлеб бывает, вернее, сыр бесплатный только в мышеловке. Духовная жизнь, она не монотонная, она нестабильная. Она не такая вот просто линия, да? Мы идём, и постоянно так всё хорошо. Она всегда идёт ступеньками. И вот Чайтанья Чандра-Чаран, прабу, он, как сейчас рассказывает это, что мы пришли в общество преданных, мы испытали счастье, эйфорию. То есть, мы чувствуем духовное счастье. И это как вот Юра Прада Прабу сказала once. И мы какое-то время идём по вот это. Это такие ступеньки, часто на паломничествах, на горах есть такие ступеньки, они не прямо одна за одной, а такая одна ступенька, и потом идём по ней на гору когда, и потом другая ступенька, и третья ступенька. Это в Гималаях часто строят. Там не просто земляной подъём, а там как для паломничества сделали такое бетонное. Ну вот такая ступенька, потом через 50 метров ещё одна ступенька, ещё одна ступенька. И вот мы, эти ступеньки, это пока мы идём, мы наслаждаемся. А где Алла? Прошёл. Мы наслаждаемся, потом мы в какой-то момент упираемся. в следующую ступеньку, и нам нужно совершить усилие, чтобы на неё подняться. И в этот момент мы работаем, тяжело работаем. А знаете, я вот ещё вспомнила, у нас сейчас лекции по Субал-Сахре-Парабху, почитанию Чиритамрити, и вот этот вопрос тоже уже задавали опытные преданные, которые много-много лет в сознании Кришны, ну вот уже там 20-30 лет, ну как вот столько лет, вот и концентрируемся, и всё равно вот нету такого вот спокойствия в уме, личность, а даже вот к себе применить, вот представить, что отношения с кем-то мы строим, и нас уже принимают как данность. Ну всё устаканилось, всё нормально, уже всё как... Да, я уже построила отношения, да... Это же сомбрение получается, но кому это неприятно, поэтому это действительно такой вот... Да, это динамика, потому что отношения не всегда динамичны. Возьмите пример семейной жизни. Когда муж может почивать на лаврах? Ответ, никогда. Но пробовать надо. На самом деле, какое-то самонадеяние дарит преданности. Сразу чувствуется, что Лена уехала. Да, да, да. Она присутствует. Окей, преданные, пошлите дальше, у нас ещё есть немножко материала, и в конце мы ещё пообщаемся. Ай, я всё слышу. Я всё расспекталась. Я надеюсь, рассосётся через месяц. То есть мы сказали, что невнимательность – это результат неинтереса к личности Кришны. И от внимательности начинаются действия оскорблений. Они идут... Деградация лестницы, она идёт в определённой последовательности. То есть если нам Кришна не интересен, нам интересна материя, мы тогда совершаем десятое. Начинаем совершать десятое оскорбление. Что мы просто привязываемся за наши материальные привязанности. Что приводит нас к восьмому и девятому оскорблению – это выгода. То есть мы начинаем искать выгоду. Причём мы остаёмся номинально духовными людьми. Мы проповедуем так, чтобы устроить свою материальную жизнь как бы определённым образом. То есть это превращается в профессию, место служения. Это загрязнение, оно приводит к седьмому оскорблению, что мы начинаем считать, что это нормально грешить и каяться. То есть, ага, понятно, значит, мы устроили свою материальную жизнь. И тут нужно как-то очищаться, поэтому мы начинаем метаться туда-сюда и думаем, что мы сбалансировались на вот этой пути. Но потом такая душа начинает думать, что у неё всё под контролем, что она всё-таки контролирующая и наслаждаешься. И она начинает свои шастры уже писать. Ну, грубо говоря, интерпретировать мир так, как она видит. То есть она уже считает себя вправе давать интерпретации святому имени, всему творению. Это третье, четвёртое. Пятое, шестое оскорбление. Что приводит к третьему, четвёртому оскорблению? Сначала мы говорим, что авторитет шастр, ну, что шастры написаны как бы не так. И начинаем писать свои шастры. И это происходит после того, как мы больше не считаем гуру авторитетом. То есть третье, это гуру. А, нет, да, после того, как мы уже не принимаем писание, у нас свои писания, мы говорим, что гуру не авторитет. И начинаем видеть всё как единое. Всё хорошо. Есть Шива, есть Кришна. И даже я, Градатан. И после этого такой трансценденталист начинает совершать уже оскорбления всех вокруг. То есть никто для него уже не авторитет. Даже святые, которым как бы не придраться с точки зрения. Вот. И такая личность становится в Майаваде. То есть высококвалифицированной в Майаваде. Поэтому говорится, что они вот эти оскорбления, их нужно их избегать. Но действительно оскорбить может только духовно довольно-таки квалифицированная личность. чтобы вот прямо на таком уровне, чтобы начать свои духовные течения. То есть это не на всех уровнях можно пасть. Но вот в идеале это какой-то духовный учитель, который написал уже свои священные писания, у которого нет авторитетов, который прямо конечная инстанция. И он говорит, что все неквалифицированы, только он квалифицирован. И все. Такой человек попадает в большие проблемы. И чтобы этого то есть еще добавка в идеале это большая квалификация в информации, но без бахти. То есть эти люди, они могут быть очень ученые, ну здесь великие майавади, если так можно сказать. И они очень ученые, но у них нету бахти. И это превращается в майаваду. То есть конечная цель это я, я бог. И факторы, которые способствуют все-таки внимательному повторению, это во-первых постоянно калибрировать свой датчик какая цель, то есть искренность, какая моя цель здесь. Цель это Кришна или цель это мои другие какие-то корыстные мотивы. И поняв это, искренне поняв это, то есть тут уже не возникает вопрос, что лучше как бы там водить или повторять, или смотреть в телефоне что-то и повторять одновременно. Тут как бы мы понимаем, что нужно проснуться рано, то есть это определенное создать себе контролируемые условия, вот так можно сказать, где наши отношения с Кришной будут не на произволе судьбы. Вдруг какие-то дни получилось повторить, какие-то дни не получилось, какие-то дни а именно сделать контролируемые условия, что неважно что произойдет, я каждый день начну день с отношений с Кришной и ничего не может произойти в это время. В 4 часа ни трубу нигде не прорвают. А, да? А? А, да? Образно говоря. Образно говоря. С работы вам не позвонят какие-то там будут эти самые тэдисом. И один из факторов это чистота тела. Мы омываемся, одеваем чистую одежду. Это определенную атмосферу создает, которая предрасполагает к внимательности. То есть мы даже при встрече с какими-то людьми, которые нужны, мы моемся, чистим зубы и все. А тут с Богом. поэтому вот. чистота ума, настройка. Очень важно настраиваться, не просто то есть если кто-то занимался спортом, вы приходите и разминаетесь сначала. Если вы не размялись, у вас грядут большие проблемы со здоровьем. Точно так же здесь. если мы просто сходу начинаем проснулись и это не будет способствовать внимательности. И тут важно как-то настроиться. У каждого могут быть свои настройки, чтобы попасть в это настроение общения с Кришной. Непосредственно. и смирение сюда же к чистоту ума. Смирение идет. То есть осознанное культивирование смирения, что я все-таки неконтролирующий и ненаслаждающийся. Такое настроение, потому что я уверен, что у всех был такой опыт в несмиренном состоянии повторять святые имена очень тяжело. Можно даже сказать невозможно. И тут важно постоянно изучать теорию преданного служения, самбанха, то, что мы называем. Именно систематический рефреш делать. Даже на работах нас постоянно на какие-то курсы посылают повышение квалификации, поддержание квалификации. Полицейских гоняют куда-то им постоянно нужно в форме держаться. И так же как теория, нам нужно не один раз выучили, а постоянно это повторять. Потом Абхидея мы должны следовать пути. И следовать имеется в виду стараться, то есть делать посильные усилия, чтобы идти по этому пути, чтобы не оставлять этот путь, не говорить, что это возвращается к искренности. Мы понимаем, что это важно, и мы идем быстро, медленно, неважно, но мы идем вперед, не скатываемся назад. И фокус на цели, то есть про йоджина. Мы должны постоянно фокусироваться, зачем мы это делаем, то есть постоянный фокус на цели, чтобы это не превратилось в ритуальную деятельность. мы делаем, потому что уже последние пять лет так делали и как-то жалко оставлять, но уже как бы мы о Кришне не думали как о личности уже пару месяцев. «Расгарь Кришне», чтобы не сбиваться, продолжаем, это называется ритуал. То есть мы должны постоянно осознанно понимать, зачем мы делаем то, что мы делаем. То есть если мы предлагаем фитилек, кому мы просто машем, чтобы это красиво выглядело или чтобы галочку поставить, или мы действительно предлагаем Кришне огонь. Благоприятно повторять с чистыми преданными, вообще с преданными, потому что можно хотя бы друг друга держать в определенном тонусе и с чистыми преданными это вообще колоссально дает заряд, потому что мы видим непосредственно как это происходит и перенимаем вкус. Лично это лучший вариант, но можно с силой группы повторять вместе, здесь записи видео, где он повторяет. И тут еще в методичке было написано, что в присутствии Туласи очень благоприятно повторять, чтобы было внимательное повторение. покомментирую. В лекции я помню слышал, говорили, что в материальном мире есть три духовные личности, то есть это божества, Туласи и преданные, то есть это то, что с духовного мира, то есть практически преданные, поэтому когда мы воспеваем святые имена в присутствии божеств в Туласи или преданных, тогда оно будет более сильное, чистое, благоприятное. Можно я буквально два слова говорить? Хочу сказать, что в каждой традиции наверняка мы все знаем, что все преданные знают, насколько бывает здорово молиться в храме, то есть есть такая вещь еще как намоленное место, то есть мало того, что коллективное воспевание, когда это коллективная молитва устремляется к Богу, а еще и само место, святость места тоже очень сильно влияет, и это замечательная вещь. Я помню такой, может, пример не самый характерный, но тем не менее, когда мы ездили на фестиваль в Северную Каролину, там в Пандале утром народ читал мантру, и одновременно ее читали ну как бы с тысячу людей, и вот это было, конечно, крутое ощущение. Даже тут, когда мы сегодня читали мантру, то гораздо легче читать вместе, чем одно. Конечно. Ну да, тут кто-то как описывал это, я слушал лекцию, о, господи. Забыл, забыл, махраджа. Но, ну да, то есть, мы перенимаем вкус тех, кто более возвышен, чем мы. вся суть общего успевания, и даже святые места, намоленные места, это то место, куда посещают те, то место, которое посещают те, кто более высокого уровня, чем мы. Это делает его святым. Также храм. механические, на начальных этапах механические разные техники по концентрации ума, они тоже работают, их не нужно как вводить в цель, но по началу, и некоторые из них это вот считать, кто-то из преданных считает повторение, опять же, это делать нужно недолго, но вот очень повышает концентрацию, то есть можно с четками вместе считать повторение мантры, то есть до 108, если совпало, номер, то есть у вас круг закончился, и у вас 108, вы посчитали в уме, значит, внимательно повторяли. это может сейчас за уши притянуто, но вы можете попробовать, это работает, ваше, ну, что считать? Работает, работает, работает. Сколько раз ты повторил в уме считать? Плюс мантра, плюс еще уме. Но как бы это парадоксально не звучало, это повышает концентрацию, наверное, повышает. Еще есть такая техника, когда вот я слышал, что как Харе Кришна, то есть ударение на первый слог, Харе Кришна, Харе Кришна. То есть это тоже повышает, но есть разные техники, которые повышают концентрацию. Основные техники, которые предано используют, это первое, это считать и на каждое следующее повторение на другом слоге концентрироваться, то есть мы повторяем Харе Кришна, Ре Кришна, то есть следующий, это цепляет наш ум за мантру. Это не идеал, но чтобы понять, что такое внимательное повторение, потому что часто мы, особенно когда мы давно уже не повторяли внимательно, мы даже забыли здоровое что такое внимательное повторение. И вот можно такие техники использовать, но опять же, нет недолго а почему это не то что это средство это средство техники это классно но вот это вот механизм он немножко имперс и имперсональный даже я помню в прошлый раз говорил я нога с вами махараджу задали этот вопрос я говорил это классно слушать ну внимательно повторять и слушать но что нужно кришне это наши эмоции потому что эмоции это наше отношение с кришной они просто будут какие-то механизмы но вот эти механизмы они помогают нам внимательность подарок какой-то приносит ну приятно что человек помнит ответится но если он именно с живой эмоции сделал просто формально это как не приносит подарок и проводя налоги с семейными отношениями муж когда приносит жене подарок вернее жена жена дает ему подарок а он спасибо и откладывает она ему просто так мозги потом следующий раз он так вот и кришне то же самое то что нам советуют духовные учителя это обрести милость садху духовного учителя и услышать как он повторяет то есть получить общение с живым там адхикари то есть живой опыт и такой практическая как это должно звучать это да как говорят наши духовные учителя это будет у вас тоже звучать пример то есть даже та же шила мантра шила правбана мы знаем то же самое мы можем как как-то так захотеть или так чтобы пришлось устроить чтобы мы приблизились духовному учителю и услышали так вот это или садху какие-то то есть старшие предные которые очень такой пример брахмачали например когда повторяют ну которую со стажем дайван пробу есть садху которые могут нам дать пример как должна звучать мантра я пока только тереблю четки на каждую бусинку чтобы внимательно об этом поводу у нас металли привности рука вес вами говорит что святое имя она как лекарство она просто вы мы повторяем постепенно излечиваемся от болезней материальной привязанности может казаться что хуже становится раньше не было видно да то есть как бы равномерно так все было когда вот это имя высвечивает это может казаться что как обострение какой-то кризис что раньше как-то получше было вот это раньше я себе лучшего святое имя так как говорится это лекарство когда больной желтухи желтухой лекарство принимает за сладость или чтобы не чувствует даже вкуса но постепенно вкус появляется то же самое появляется вкус святому имени постепенно когда мы повторяем нам абхаз это оскорбление то есть нам а имя абхаз это тень то есть у нас даже нету как полу ну как сказать этого эффекта пусть это просто тень святого имени которые мы повторяем все то же можно сказать такой ребенок кричит кришна итоги года кричит мой мой я не знаю я выходил просто не нужно вот ты рассказывал наверно или может не рассказывал не знаю вот что происходит если чеку ну вдруг понял что он совершил оскорбление вот как он должен поступить в этом случае если нет может расскажешь а вот мы затрагивали вопрос оскорбления преданных то что нужно нужно просто припасть к стопам и и молить пощады и служить всячески вы имели ввиду оскорбление отрядного или святого имени ну я имел ввиду оскорбление в каком плане узнаешь как бываю человек допустим оскорбил а потом пошел пошло пошло и он то что называется падение вот что делать человеку в этой ситуации то есть вот такую я имею ввиду оскорбил преданного или святое имя ну как правило знаешь как это получается если у человека идет такой откатом там все уже и такое оскорбление ситое оскорбление а потом вдруг уже и просад не еда а потом уже водочку под морковочку ну короче и потом через друг понял да уже все я докатился до 1 что дальше делал как не плотно за вас обратно вернуться и внимательно воспевать то есть тут не как только ты понял что ты ошибся и ты понял что тебе важен этот путь дальше ты искренне просто встаешь оттуда где упал и делаешься правильно потому что вот как мы говорили она 1 1 1 исходит из другого сначала невнимательность и в общем если мы в конце концов она нужно внимательно воспевать и стараться и стараться даже стараться внимательно даже не внимательно если мы будем стараться внимательно воспевать и И стараться избегать оскорблений мы уже будем, мы уже прогрессируем. И вот на инициации, что дают обет, стараться внимательно повторять. Мы не сможем внимательно повторять. И духовный учитель знает это, и Кришна знает, и все знают. Но если мы стараемся, то мы постоянно понимаем, что it's not ok невнимательно. Это ненормально невнимательно повторять. И мы постоянно себя дергаем, вот как Алла сказала Матаджи. Мы постоянно себя отдергиваем и понимаем, нужно по-другому, нужно вот так вот делать. Если мы не стараемся, то мы сначала... Кришна пропадает из нашей жизни, как Личность. И потом начинаем одно за другим совершать все с десятого до первого, до самого страшного оскорбления, которое просто уже бесповоротное. Часто очень бесповоротное, потому что у преданного даже этой Личности даже не возникает идеи, что он уже что-то делает неправильно, если он серьезный. То есть это в единичных случаях. То есть я должна ограничить себя, время, да, свое... Вот план мой, да, чтобы не спускаться, вот даже тяжело. То есть я встаю с утра, делаю так, как, ну, Вы посоветовали умывание и так далее. Начиная с мантры для Бога, стараюсь насколько-то возможно концентрироваться, не останавливаюсь. Как бы этого уже достаточно, чтобы расти, дальше идти. Да, с уровня, с индивидуального уровня каждого человека. То есть для... Ну, нужно понять, где этот наш уровень и как бы не переусердствовать. То есть не пытаться прыгнуть выше, чем мы, а... Но рамки должны быть... Обязательно. Как бы я не могу... Вот я с утра проснулась, и мне хочется полежать. Я думаю, ну, я вечером посчитаю мантру. Ну, как бы это я спускаться начинаю, да? То есть нужно выбрать стандарт, которому Вы можете следовать всегда и не следовать. Вот. И это приводит нас к тому, что мантра так работает, что если мы избегаем оскорблений, и если мы избегаем... Если мы внимательно повторяем, то наш духовный путь будет... Она сама будет раскрываться. То есть не нужны никакие вспомогательные вещи. Уже все остальное — это производное. То, что мы служим вайшнавам, это уже все будет производным. Мы захотим служить искренне. Мы захотим делать... Ну, все. Я буквально два слова хотел добавить. Там еще такой момент. Признаком гуны благости является регулярность во всем. Когда мы регулярно поднимаемся, мы регулярное время читаем джапу, мы регулярно там отдыхаем, учимся, работаем. Вот это все признаки гуны благости. А для качественного повторения мантры нужна именно гуна благости. Потому что в страсти повторяют мантры, конечно, можно, но толку, как говоря, не очень. Ну, ненадолго хватает, наверное. Да. И поэтому режим дня, режим питания, режим подъема, режим повторения мантры — он критическим является. Это, получается, база для всех уже? Да, да, да. Это для начинающих или для тебя? Для всех. На самом деле она для всех, да. Просто надо выиграть, что легко, что не... Ну, да, чтобы не сломаться, что-то не теряю. То есть в 24, в 26, то есть вы это имеете в виду? Я не буду, выберите свой реальный уровень, что вы можете делать, иначе... А как его? И потом чуть-чуть, чуть-чуть, искусство маленьких шагов, вот здесь очень важно. Потому что если сразу замахнуться на что-то большое... Четыре утра подымаюсь, да. Просто постепенно, постепенно добавлять, добавлять вот эту планочку. Знаете, вот как тренируют прыгать в высоту, не ставишь такую сразу планку, а ставят где-то вот так. Человек перепрыгивает, тогда чуть-чуть подымает ее, и вот так вот постепенно... Ну, вот сейчас у меня борьба. Вот я, когда я поняла, что мне уже вот сейчас станет легче, да, вот я почитаю, тогда уже надо подымать, да, планку? Да, да, это хороший, хороший критерий. Когда понимаешь, что уже легко, нужно планку подымать. На чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Спасибо. Вот на этом. Давайте, может, попробуем внимательно повторить. Один раз. Давайте всем закроем глаза. А, четки? А, четки? А, четки. А, четки. А, по времени? Не-не. Просто закрой глаза, просто слушай то, что говорят. А, у тебя нет запасных? Не-не, четки не нужны, преданные, преданные, четки не нужны. А, ты все-то с баламутом. Баламут. Просто один раз повторим. Давайте все сконцентрировались, закрыли глаза. Подумали, что им мешает повторять мантру. У всех есть такие вещи, что нас беспокоит в жизни, что мы очень так чрезмерно хотим получить. А, так вот эти глаза. Это просто подумайте и дышите животом, как опытные йоги. Все нашли какую-то такую вещь. И просто понаблюдайте. Понаблюдайте за ней, поймите, что вы как третий такой наблюдающий за вот этой вашей проблемой, за мыслью. Просто понаблюдайте, попытайтесь понять, что это не вы, что эта мысль, это не вы. Вот то, что вас беспокоит, как раз тогда, то, на чем вы концентрируетесь, когда вам нужно повторять святое имя. Может, это хорошая вещь, она нас радует, и вы не можете повторять святое имя. И сейчас подумайте, что вас привело в общество преданных. Представьте, какой Кришна милостивый, как Он всем все дает. И материалистам Он дает то, что им нужно, и преданным Он дает то, что им нужно. И воздух у нас есть, и еда, и Он прямо все устроил так. И планета, на которой все идеальным образом работает. Неважно, кто ты, Кришна настолько всех любит, что Он всем создал условия, чтобы они могли существовать и добиваться своих результатов, своих результатов. Каждый год, каждый день в году, до конца вашей жизни, в таком настроении, и все будет хорошо у нас. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое. Да, очень получительное. Если есть у кого-то вопросы, после внимательного повторения, ни у кого нет вопросов. Я уже задавал. Да. Там говорилось, что мы стремимся избавиться от материального. Там одно оскорбление. Батарея кончилась. То есть вы сказали, что мы стремимся избавиться от материального. Так ли это? Где именно? Ну, там, где мы повторяем сатуирование в расчете очищающую силу. Я так услышал, что мы стремимся... Ну, мы развиваем духовный вкус, он вы... Вы, как это сказать, вы... Материальное нам не нужно? Вытесняют. Мы стремимся избавиться от эксплуатации материи. А-а-а. То есть мы к тому, что... Заменив его вкусом использования материи для служения Кришне. То есть мы повторяем святое имя. Если мы рассчитываем получить материальные блага, это, конечно, плохо. Но нам их надо получать. Если ты хочешь для себя получить односторонение святого религия... В расчете очищающую силу в расчете на получение... Но мы же, если сравнить с другими религиями, это молитва. И мы взываем к Богу, чтобы... Он занял нас преданным служением. Да, это единственная цель. Если ты используешь мантуру как кармакангу, то есть один из видов обе частилы деятельности, соответственно, ты хочешь получить материальный плод, ты совершаешь... Ну, мы и так это все делаем. Ну, так. Не мы можем, но кто-то все равно так это... Что? Рассчитывают на то, что Кришна ему поможет. Ну, значит, он совершает наставление. И он понесет результат определенный, которые сопряжены с этим наставлением. Люди делают по-разному, но мы каждый индивидуально ответственны за свою собственную джаву. Я думаю, здесь разница в том, что вот это оскорбление, оно в эффект... In effect, когда мы воспеваем, во время воспевания, да, то есть... А так, конечно, ну, это нормально у Кришны попросить, что нам нужно. То есть это другое. Просить у Кришны и повторять мантру, чтобы получить что-то в разных вещах. Почему разные? То есть я повторяю мантру... Это не считается, что я что-то прошу у Кришны? Да. Мантру... Вот мы же говорили, что очень важен мотив, понимание, вот интерес к личности и мотив. То есть мы это делаем для чего? Для себя вот ответить, зачем я это делаю? Ну, чтобы приблизиться к Кришне, чтобы понять, осознаться правильно. Вот такие даже должны быть мотивы. Если мы чего-то просим, но есть молитва, другое время для этого, другое настроение, тоже понимание. Ну, не во время чтения. Другое-другое. Вообще это называется яги. Вот наше повторение мантры, это яги. Это наша жертва. Ну? Мы жертвуем. Ну, а когда жертвуют, то, естественно, ничего не просят. По логике. Можно вопрос? Да. Если вот есть какое-то определенное количество кругов, которые я повторял, и я не повторил в этот день, могу я перенести их на следующий день? Какое это будет оскорбление святого? Это будет оскорбление? Это не повторение. Это не повторение просто, да? Чтобы оскорблять, нужно повторять. Ну, я имею в виду, что могу я переносить определенное количество кругов с одного дня на другой, чтобы компенсировать. Я пропустил сегодня, я завтра сделаю в два раза больше. Это не регулярная практика. То есть, если это случилось, ну, у вас нет выхода уже. Опять же, у каждого свое. Кого-то ударили по голове, он не смог сегодня повторить. Потому что он в коме просто был, а завтра проснулся и доповторил. У кого-то такой стандарт, а кто-то ему нужно было за йогуртом выйти в 11.45, и он не повторил. Ну, то есть, разные. Но в итоге это исключение из правил. Для кого-то йогурт это как бы emergency. Это чрезвычайное обстоятельство, и так, значит. То есть, так не делать? Если есть возможность, то не делать. А если нет? А если нет? Если, конечно, это какое-то чрезвычайное что-то. Конечно, лучше так не делать. Я объясню на что это влияет. Это влияет в первую очередь на наше умонастроение, на спокойствие нашего ума. Потому что мантра, она тоже, она успокаивает наш ум. И мы день свой проживаем в определенном умонастроении. И получается так, что если мы в какой-то день ничего не читаем, а в другой день мы читаем двойную дозу, то вот такой вот у нас вот такие вот, вот такая вот амплитуда. То есть, один день я спокойно, у меня все, я настроена на Бога, на Кришну, а второй день у меня просто, это взрыв мозга, это сплошная мая. Да, спасибо. Фраза такая, которая прям сидит в голове. Чтобы оскорблять, нужно повторять. Получается, знаешь, у меня тоже иногда так думается, что, ну, такие последствия, ну, серьезные могут быть от оскорблений, но тогда, может быть, проще, ну, не повторять. И как бы, если ты не повторяешь, то ты не оскорбляешь, то есть ты не рискуешь. Я бы сказала, что рискуешь, потому что вот эта жизнь, она как эскалатор, идущий вниз. Если мы ничего не делаем, мы все равно опускаемся вниз. То есть, чтобы нам прогрессировать, нам все равно нужно идти. Если мы повторяем оскорбление, мы будем внизу, если меня повторяем, мы все равно будем внизу, поэтому, ну, это не помогает. Для себя тоже, как бы, ответ, ну, сделать лучше, пытаться делать хоть что-то, там, надеясь на милость, что когда-нибудь что-то получится, без оскорблений полностью. Ну, просто было интересно. Материальные аналогии хорошо. Если ты занимаешься бодибилдингом, да, ты можешь не заниматься и быть ненакаченным, ты можешь заниматься и получить травму, и все равно стать ненакаченным, потому что не сможешь заниматься. Ну, я хотел спросить, вот эта практика, если сегодня не успел доповторять завтра, это вообще, как бы, есть такая практика? Нет. То есть, нет смысла, то есть, если там, например, болит голова там, там, весь день, как бы, ты там, что-то утром повторил, потом, как бы, ну, не можешь повторять, нет смысла, там все, надо пойти лечь спать. Завтра имеет смысл доповторять? Если уже не повторил, то нужно повторить, но не нужно не доповторять, вот так можно сказать. Но если так случилось, то нужно доповторять. А простить себя не нужно? Не можно себя простить? Почему? Потому что это уже будет прецедент. В следующий раз вы уже не повторите больше, потом еще больше, потом еще больше. Один раз, если ты себя раздвешил, это уже подтянем. Нам нужна стабильность, каждый день одинаково, и также нам нужна стабильность в среднем. То есть, если мы все дни разделим на количество дней, на количество, должно быть одинаково. А можно еще вопрос? Предвязательно, сколько времени занимает вот 16 кругов прочитать? Или у каждого по-разному? От полутора, от трех часов. От полутора до трех. И не нужно стремиться к скорости, не нужно стремиться к качеству. Скорость, она как... Когда внимательное повторение, скорость почему-то она сама. Причем незаметно, как-то непонятно. Когда вот погружаешься в такую струю внимательного повторения, то потом смотришь на часы, а как так может быть? Ну, почему-то быстро. И действительно быстрее, чем... Я же так не могу выговаривать даже быстро. Ну, вот так. И потом вышло еще повторять. Ну, если у меня не ограничено время, например, я же потом на работу иду, то есть мне надо либо на три часа быстрее встать, чтобы почитать, либо что? Либо меньше почитать. Так, наверное, начинать нужно с малого. Постепенно. А я вам сказала немножко не так. Праб Купада даже говорил, что если у вас не получается все круги утром вычитать, вот это тоже касается кормящих мамочек, мамочек с маленькими детьми, то даже он разбивал свои круги вот на четыре части, допустим, утром четыре круга, там, в ланч четыре круга, там, в полдник четыре круга, вечером четыре круга. То есть время, место, обстоятельства. Но стремиться к тому, чтобы все-таки повторять это утром. Но если не получается, то тогда, чем повторять меньше, тогда лучше повторять все-таки больше, но в другое время суток. Еще вопрос. Скажите, вот я прочитаю, например, начетка, и я вижу, что я не дочитала, меня отвлекли. Ну, например, ребенок позвал, ну, что-то надо было срочно. И я не помню, на чем я закончила. Это как бы все надо сначала, правильно? Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok